Девушки отдыхают Мне так нравится твоя улыбка Она парализована И третий год лишь и дома безвылазна А сейчас я даже не знаю, где она Говорят, в домах престарелых нет мест Вы совсем с ума сошли, а, Добавис Смотри, не спорь Да что ты? Да все, с ума сошла А, Егор, привет Привет Чайку поставь Ты знаешь, что там написано? Нет, не знаю И чтобы поскорее со всем этим закончить Подпишу немедленно, где? Значит, это именно та девушка, что была с вами в момент аварии Да, это она хотела меня убить Сон оборвал, громкий звонок Все так знакомо Чай-глоток Из-за порог Теплого дома Но не спеша Делая шаг Думаешь снова Что-то не то Что-то не так Честное слово Такая обычная жизнь Такие похожие дни Такая обычная жизнь И вот тут все те же огни Но все же дождю улыбнись Скажи, одиночеству нет Такая обычная жизнь Среди необычных пример Похоронить меня вздумала Обломись, детка Не на того напала Я же ни в чем не виновата Вы же знаете Конечно, знаю, детка, знаю Арестуйте ее Убить с должности Есть в тюрьме Я никого не убивала Ну, конечно Никого не убивала Просто устроила аварию И смылась Заявляю официально Эта проститутка Дважды покушалась На мою жизнь Так Мне необходимо задать вам Несколько вопросов Да Тихо Тихо А что здесь происходит? Дима, ты здесь откуда? Я же тебе говорил, Катя Что я за тобой за это-то забыл Ты ее муж Это опять ты Да? Да Мама Да выгони ты ее уже отсюда Я никому Не позволю бить свою дочь Ира, я понимаю, что это не метод Но она и святого выведет из себя Это вы, что ли, святая? Чтобы это было в первый и последний раз И все? Может, ты еще пальчиком погрозишь, а? Вот если бы кто-нибудь с моей дочерью так поступил Я бы вас просто спустила с лестницы Ну, у нас же демократия, да, мама? Жаль, не я тебя воспитывала Бог миловал Лучше воспитываться где-нибудь в детдоме В какой-нибудь задрюбинке Замолчите! Обе! Мне надоело слышать ваши вопли Что, нравится? Ну, как тебе сказать На троечку букет Ты помнишь, как я тебе папа букет игнорил, а? Ну, когда мы сюда переехали Ты только вспомни, какой был букет Это было давно и неправда Как же легко покорить женщину А вот подари ей такой букет, и все, она твоя Да, мы такие И не надо нас усложнять А тебе не кажется, что ты, наоборот, все слишком упрощаешь? Так, давай поговорим Давай А твоей мужчине, да? Это Дима Мам, ну вот скажи, зачем тебе все это надо? А зачем женщине вообще цветы, ухаживание, комплименты? Вот дай без обид сейчас, а? Давай? Давай 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 Вот я понимаю, что у тебя сейчас такое состояние подъема А в состоянии эйфории, да, вот такой, который у тебя сейчас Можно наделать всякие глупости А? Вот ты хорошо знаешь этого мужика? Я очень хорошо его знаю Он хороший, он умный Да? Да? Да, но ты все-таки семь раз подумай, прежде чем Какой ты у меня заботливый, Егор Я тебе серьезно говорю А ты Бабушка! Ой Здравствуйте, его не забрали вовремя А Анастасии Михайловне я не могу дозвониться Да? Вот пришлось позвонить вам Странно Ну да ладно, мы дома разберемся Я тоже домой хочу Соберись-ка, дружок, домой Ну, почек Где моя мама, где мой папа? Ну, они скоро с тобой придут Пойдем, пойдем, поиграем, порисуем Пойдем, папа скоро придет Пошел Раз А почему мама не пришла, бабушка? Ой, наверное, у нее часики сломались Стой А что, у Марусиного папы тоже часы сломались? Да кто тебя хотел увидеть? Ана, меня! Тихо, 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 стоп Стоп, тихо, спокойно Позвольте представиться Смирнов Игорь Сергеевич Следователь прокуратуры Гражданин Озерцов обвиняет вашу жену В покушении на его жизнь На его жизнь? Посмотрите, у него что-то с головой Надо срочно отправить Психиатрическое отделение Скажите, а ваша жена вам сообщила об аварии? Поскромничала, наверное Она вообще девушка скромная В свободной проституции время Скажите, следователь А сколько я сейчас даю Этой задачу ложных показаний? Я Насте официально заявляю Она намеренно устроила аварию Чтобы убить меня А потом, пока я был в бессознательном состоянии Пытался отключить прибор То есть она дважды Покушалась на мою жизнь А слушай Дважды Если ты был в бессознательном состоянии То как ты мог это все видеть? Так, спокойно Тихо, давайте разберемся Смешно Тихо А что вы можете сказать по факту обвинения? Значит так Это голословное обвинение И второе Моя жена никаких показаний давать не будет Все Ирочка Ты прости, что у нас С Лизой все так получилось Я погорячилась Но ты знаешь Я ехала сюда с такими надеждами И вдруг Ладно, к черту гордость К черту Я сама извинюсь перед Лизой Первое Ир Ну хорошо, я понимаю Я виновата Но пойми У меня сейчас Очень тяжелый период Я только что похоронила мужа У меня нервы не к черту Я сорвалась Прости Я понимаю На меня тоже Столько всего навалилось И всего сразу Ну да А то ты Еще и я свалилась Как снег на голову Ты Ада Ну как мне теперь к вам относиться? Ирочка Ну ты разберешься Ну постепенно разберешься А если Ты подпишешь бумаги Я вообще Сразу же уеду Ну А потом приеду Когда ты Сама меня позовешь Да подпишу я Подпишу Хотя знаешь Лизка права Как можно подписывать документ Не зная что там Ну это же для тебя А можно Можно перевести Доверенность на русский язык А перевести Ну конечно можно Можно Я восстановлю доверенность А потом переведу Хорошо Мам Запах ну офигеть просто И вкусно так же Ну не сомневаюсь Ты знаешь Психологи говорят Что когда человек влюблен Все что он делает Ему удается в лучшем виде Мам Тебе наверное все по кайфу Я это могу понять Но и ты меня пойми Что мне неприятно Слушать о твоем новом Увлечении Осуждаешь Думаешь я Совершаю ошибку Что это уже надобрять Егор Мы ведь никогда не знаем Наверняка поступаем мы правильно Или нет Падаем разбиваемся Зализываем раны И снова идем дальше Знаешь Я хотела тебе сказать Что я понимаю Что я Была не права Когда лезла В ваши с Ириной Отношения Причем тут я Это Дело двоих Понял 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 Затыкай все Я не поэтому Я Правда хочу Извиниться Ну извини не принимается вам Но расстались мы Не из-за тебя А Ира С Тимуром Опять Врось Мне тоже все равно Ты Любишь ее Ты знаешь Я пойду Попусть поем Попусть поем Голова кружится У меня тоже От твоих комплиментов Это не комплименты А что? Никому тебя не отдам Никому Ну-ка снимай ботиночки быстренько О господи Я же совсем забыла Я же должна была забрать Макса Я Марусин Мама Максим Иди живо мыть руки Обвинение будет предъявлено в ближайшее время Никакие адвокаты твою жену не отмажут Достаточно будет того, что мой адвокат привлечет тебя ответчиком Хочешь сказать, что это я сам на себя допал Ну это может быть вряд ли Но за клевету придется ответить Ловко Значит, что случившееся это под моего больного воображения Зачем мне это? Все очень просто Ты у нас парень отвергнутый Захотел мою жену переспать с ней Ничего не получилось Тебя это и задело Да что ты дергаешься Дима, ему плохо Я вижу, что ему плохо Надо, наверное, вызвать врача Сделай это, пожалуйста Катенька Значит так Это моя визитка Мой адвокат свяжется с вами И даст ей объяснение Пока Поэтому я и перевез ее к себе Не могла она там оставаться Понимаешь? Я сейчас же позвоню Ирине Она там, наверное, с ума сходит И надо встретиться, поговорить Тише ты Уже готов мчаться Ты бы свои так дела кидался решать А ты что, не хочешь, чтобы они помирились? Они же страдают, обе Да они еще больше страдают, когда вместе Чем по отдельности Пусть пока успокоятся, а потом И вообще не наше это дело Ада вообще запретила говорить С Ирой о ней Это она тебе запретила А мне нет Держи Здравствуй, Глеб Помешала? Да, вижу, помешала Ничего Я скоро вас освобожу Я ненадолго Да что вы, а, Борис Ну что вы Я наоборот рад, что вы здесь Только я вот хотел Как, как твое свидание с Ларочкой? Я весь извелся здесь Я такой любопытный Адам Борисовна, страсть Можете меня поздравить Андрей Иванович Мы, кажется, опять вместе Ну, наконец-то Поздравляю Вам с Ларой вообще нельзя расставаться Вы же как две половинки У вас дети такие хорошие Я вообще не понимаю Как они умудрились поссориться Он вообще должен молиться на Ларису А знаете, что она устроила? Она меня выставила за дверь Почти голого Прятала от Егора От собственного сына Ну, какого-то залетного любовника Так, все понятно Просто Ларочка хочет нести Ваши отношения Немного разнообразия А я думаю Она ему не доверяет Я и понимаю А вдруг он опять к Маше Метнется А? Я понял Я однолюб Все Я люблю свою жену И точка Любишь это хорошо Но Лара хочет начать с тобой Совершенно другие Новые отношения Тебе надо ей подыграть Ну, представь, что ты только Вчера с ней познакомился Пей Не могу Пей через не могу Поверь Как эксперту Это самое лучшее средство Давай Молодец Ну, как? Печет внутри Очень хорошо Значит, правильно все действует Согреваешься? Мне так жарко Ясно Ну, ладно Расскажи мне Эту ситуацию С этим уродом Что было? Он оплатил весь день Ну, в смысле Скортослуги Вечером я у него спрашиваю Я свободна? Он говорит Нет, я тебя купил Поехали ко мне Я пыталась выйти из машины А двери были заблокированы Катюша, если тебе неудобно Давай поговорим позже Нет, давай сейчас Налей мне еще Потом Я стала умолять его выпустить меня А он только смеялся Начал приставать ко мне Оскорблять А потом он Поехал куда-то И вот На скорости Я Крутанула руль Машина врезалась Дальше Я ничего не помню А потом Когда я очнулась Я подумала Что он умер Господи Дима Было так страшно Катюша, дорогая Теперь тебе Нечего бояться Ты будешь все время со мной рядом Все будет хорошо Успокойся Мария Анна Ивановича Вот тут Лекарства для Ады Я Забыла передать Когда вы приходили Да проходи, проходи Чего в дверях толпиться Как она Все хорошо Давление Нормально Нормально Лекарства принимаем Только вот грустит немного Травки Я ей травки заварю Заварю Травки заварю Только вот Что? Не ест ничего Говорит, аппетита нет Как же не ест? Ей нужно обязательно есть Она не должна быть голодной Я для нее не авторитет Ты бы сама с ней поговорила Тебя она послушает Ира, Ира, проходи Ну, что я ей скажу Тетя, мама Какая разница Как назвать Вы в глаза Друг дубу посмотрите Нет Я не могу Я потом Не сейчас Да Соседка приходила Ну да Понимаю За Солью Здравствуйте Моя фамилия Лурье Я вчера вам звонила Я хотела бы уточнить Значит, все как договорились Я сегодня могу попасть к нотариусу? Спасибо Через два часа мы будем Мы это с мамой, да? Ты завтракать будешь Или шпионить за мной? Какой сервис Надеетесь маму прикормить Чтобы она у нотариуса Ручная была, да? Не старайся Больше ты меня не выведешь из себя Мне Еру жалко Ей так досталось Иметь такую дочь Худшее наказание придумать трудно Да что вы А мать, которая возвращается Спустя семнадцать лет Чтобы подписать какую-то бумажку Это как? Я же тебе сказала Не старайся У тебя не получится Может, позавтракаешь? Что я, самоубийца, что ли? Тут вот яда вашего немерено Я лучше, знаете что? Я возьму образцы в лабораторию Посмотрим, чем на самом деле травите Пошла вон отсюда А, а что вы меня гоните? Я вообще-то у себя дома А не нравится что-то, вы метаетесь Плакать не будем Удивительно Как тебя до сих пор не посадили? Опять? Когда все это кончится? Вы же родня Сколько можно цапаться? То есть ты, мамочка, у нас тоже За здоровую крепкую семью, так? Хорошо А где же тогда еще один член семьи? Адой зовут, помнишь такую? Почему ее здесь нет? А я скажу, мам, почему Потому что некоторые, особо близкие родственнички Подсуетили, чтобы выжать ее из дома Ира Постой По-моему, не досолил Подай соль Что, опять СМС-ка? По-моему, моя любимая невестка Потеряла голову Надо же Если посмотреть на этого Великовозностного обалдуя Не скажешь, что из-за него Ну что вы, Андриан Иванович Глеб у вас просто красавец Не буду спорить Тем более, что у вас Под рукой знаменитая чашка Вы опять ничего не едите Ну сделайте себе бутербродик Спасибо, не хочу ничего Ну что вы себя изводите? Вы рано или поздно все равно помиритесь А здоровья не вернешь Да ведете себя, бог знает до чего Нет, не помиримся Это же Ира вчера приходила Что бы вы ни говорили И ни слова мне не сказала Моя дочь меня ненавидит Как мне с этим жить? Она меня Глебушкой назвала От свидания все еще отказывается Она просто ждет Чего? Мне тоже интересно, чего? Чего-то, после чего она точно поймет Что ты готов с ней начать Новую жизнь Она же Глебушка Готов к чему-то такому? Даже не знаю Нет, знаю Есть один вариант И я им воспользуюсь Смотри, я всю кашу съела А баба Маше говорила Не сможешь, не доешь Какая ты молодец Ну все, я же проиграла Ну все, пожалуйста Вот теперь с меня конфетка Алло Да, Дим, хорошо, сейчас приду Пока Дима звонил Помирились, что ли? Мария Ивановна, я быстро к нему сбегаю, ладно? И будем с Санечкой гулять А бабу Машу с собой возьмем? Ну конечно возьмем Куда же мы без нее? Егор Ты все-таки пришла Что-то случилось? Угу Ну рассказывай Попробую тебе чем-нибудь помочь Спасибо Спасибо У меня столько всего Произошло Ну вот ты мне все сейчас и расскажешь Это моя жена Екатерина Добрый день Здравствуйте Ой, ну что вы Это Андрей адвокат, про которого я говорил Присаживайтесь Он, кстати, только что приехал от следователя С последними новостями Прежде всего скажу, что у меня Самая обнадеживающая известь Ну вам что я тебе говорил? Надо подать встречный иск за клевету Это первое Во-вторых, дайте мне телефон Вашей работодательнице У меня есть к ней пара вопросов А я, вы знаете, ей уже звонила И все рассказала Но там просто такое дело У нее уже были проблемы с милицией И сейчас она хочет остаться в стороне И даже никак не вмешиваться Очень хорошо, одной проблемы меньше Катюша, умница, все правильно сделала Так, теперь все обвинение Строится на заявление Озерцова Озерцов может доказать, что вы были в его машине Потому что на руле есть отпечатки ваших пальцев Но доказать, что вы были там в момент аварии Не может никто Более того, в больнице есть свидетельство тому Что Озерцов был пьян во время аварии Знаешь, что это означает? Это означает, что у нас есть шанс Угры процесса, ну да Боже мой, Дима, я с ума сходила Егор, я совсем запуталась Излюсь на весь белый свет, на себя Но почему она все это скрывала? Столько лет Да это как раз понятно Тебя оберегла, Ера Ты думаешь, сказать легче, чем услышать? Умом-то я все понимаю Ты не представляешь, как сейчас тяжело находиться дома А да нет Комната ее пустая И это так дико Да и Вика с Лизкой постоянно грозутся Почему? Ну ты не знаешь, Лизка Ты представляешь, выхватила доверенность, которую мне дала Вика И разорвала ее в пущу Представляю Что за доверенность? Да я не знаю Что-то там про наследство Вика говорит чистая формальность Вика говорит А что говорит адвокат? Ой, Егор, ну какой адвокат? Слушай, Ир, ну так нельзя Вика Приехала сюда У нее недавно умер муж Ну, ты ей зачем-то понадобилась Это все не просто так Мне сейчас плевать на все, Егор У меня и так голова кругом идет Нет, Ир, так нельзя Надо посоветоваться со знающим юристом Ну, не знаю Ир, это изменилось У тебя глаза потухли Да? Может быть и так Нет, это никуда не годится Надень вот этот вот Вот бордовый полосочку Он всегда Ларе нравился А это не слишком ярко? Да нет, он же не алый Это же ближе к бордо А, ну может быть Мне трудно судить Отец, ну зачем мне вообще галстук? Я что, на свещание иду? Какой ты скучный, Глеб Ну порази ее Надень какую-то желтую рубашку Красный галстук Случайно на ноже карманном Найди пылинку Дальних стран Вот И женщина пойдет к твоим ногам Э-э-э Ты чего тут расселся? Волнуюсь Как перед первым свиданием Просто руки прям, ноги трясутся И такого давно со мной не было Да прекрати ты Ты что, не съешь же она тебя в самом деле? А мне нравится Что? Поволнуйтесь, Глеб Это так здорово Да? Когда взрослый мужик трясется и волнуется Это здорово? Когда взрослый мужик трясется и волнуется Перед встречей с любимой женщиной Да, это очень здорово Дайте мне еще пару деньков Ни в коем случае Да что вы на меня насели-то? Держите меня, Анна Борисовна Иначе я сейчас задушу собственного сына Глеб, послушай меня Я прожила долгую и скучную жизнь Ты можешь волноваться, трястись, переживать Но вот пойди и сделай то, что задумал Именно сейчас нужно проявить себя как мужчина А мы будем держать за тебя кулаки Да, еще чего Обязательно Будем Давай Свой красный галстук Все Я пошел Мы вроде договорились, будем созваниваться Добро, я пошел Андрей, простите, пожалуйста, можно еще один вопрос? Конечно Скажите, а ведь это вы занимались подготовкой документов О лишении моего отчима родительских прав? Ну да Дело в том, что я уже начала собирать некоторые справки И я хотела бы узнать А можно ли как-то ускорить этот процесс? Ну думаю нет Надо сначала закончить этот процесс А потом заниматься тем Почему? Потому что пока идет следствие Опеку над ребенком вам никто не доверит Катюша, чем быстрее мы проверяем это дело, тогда Ну да Ну, тогда до скорого Да А быстрее получится, только если Озерцов заберет свое заявление И это из области фантастики, сами понимаете Ну, работай Давай Счастливо Ну что, все с тем же результатом? Что? Ну не слепая же я Я же понимаю Что твой объект страсти решил сделать ноги Ты так уверена в этом? Нет Ты знаешь, может быть у него аллергия на телефонный звонок? Господи Какая же ты можешь быть наивная Говори уже Обычная мужская психология, дорогая Ты Прекрасная, эффектная, молодая женщина Ну скажи мне, какой мужчина не мечтает переспать с тобой? Тем более, что ты приложила к этому столько усилий, дорогая Никаких усилий я не прикладывала Угу Ну конечно, а вот он переспал И смылся Так? Ну и вот я понимаю Но ты-то на что надеялась, дорогая? Мам, перестань Он вернется ко мне Ты знаешь, само мнение Это вещь прекрасная Только запомни, Стасенька Дорогая ты моя Ты для него Это только лишь одно Смотри сюда Одно из приятных впечатлений Поняла? Тимур меня бросил Работу я потеряла Ада ушла из дома И во все виновата только я одна Ир Ну просто так сложились обстоятельства Ну так фишка легла Ты больше всех заслуживаешь счастья Ты Ты удивительная, красивая, умная Другой такой нет Спасибо тебе Я пойду Ты забудь Все, что я тебе говорила Все будет хорошо Ир Мам, я так соскучился Я тоже очень соскучилась Ну давай, рассказывай Как прошел день? Интересно было? Да Я был летчиком А Кирилл гонщиком Аааа Гонщиком? А Маруся кем была? Ее сегодня не было Как она была? А что, с ней она заболела? Нет Она уехала со своим папой Подожди Присядь Куда? Я не знаю Так Инна Ивановна сказала Понятно Мам Мам, ты что? М? Все хорошо Скучаешь по дяде Филу? Немножко Ну я тоже А он еще к нам приедет? Нет, Макс Он больше никогда не приедет Иди к нам Дядя Фил уехал далеко-далеко Больше никогда-никогда не вернется А нам с тобой ведь и вдвоем хорошо, правда? Угу Я тебя очень-очень люблю, сынок Я тебе тоже Твое любимое мясо Под кисло-сладким соусом Ларочка, присядь У меня к тебе разговор есть У меня еще салат в холодильнике Да бог с ним с салатом Мне надо тебе Кое-что сказать Ну говори Только ты не смейся, ладно? Я же не умею Ну хорошо Дорогая моя Лариса Так торжественно Может мне тоже встать? Или так сойдет? Нет, я, пожалуй, сначала поем У тебя, кажется, там есть салат? Да Вы любимый Давай Егорушка, садись Ну вот, мы наконец все вместе Сашке жалко нет Так, мальчики Вы тут посидите Я носик подпудрю Ты че, как на парад-то? У тебя че, ученый совет? Слушай, как? Мне надо с тобой поговорить У мамы роман Я не знаю, что за хмыря она себе нашла, но Ты должен быть в курсе Слушай, может вы и помиритесь, а? Ну вот, Егор Я же тебе говорила, что ты одобришь мой выбор В смысле? Че вы смеетесь? Вы чего, вместе что ли? Ну конечно Ну вы даете вообще Слушайте, обалдеть Вы партизаны, а? Мама роман хмыря нашла Ну откуда я знал? Ну, мне надо еще подумать Я не уверена, что Глеб Хочет этого Я хочу Очень хочу Я ничего на свете так не хочу Ларочка Я пришел, чтобы сделать тебе предложение Выходи за меня замуж Заходите, заходите, Демочка Ой, вы знаете, я просто теперь от каждого Просто звонка вздрагиваю Я думаю, вдруг этот опять Витька придет Привет, Анечка А я вот пришел вас тут проведать Как вы? Да мы-то что, хорошо Но только Катюшки дома нет Все бегает, бегает Да я знаю Как Анечка-то? Выздоравливает? Да, ничего Вот мы уже сегодня в гости играем Чаи гоняем В гости играете? Так это же моя любимая игра Да Анечка, примите? Ой, как хорошо Вас просто Бог послал А то я уже от этого чая, вот уже булькаю От чая бабушка булькает А дядя Диму Кто-нибудь угостит своим фирменным чаем? Конечно Только он кончился Я сейчас новый заварю С земляникой Присаживайтесь Спасибо, давай Вроде пошла на поправку, да? Да, ничего Бледненькая только А так, слава Богу, опошлось Ясно Мария Ивановна Все хотела спросить А отчего вы боитесь дверь-то открывать? Снова звонил? Да нет Он звонит-то все время И говорит, что девочку заберет А главное, что он-то найдет А он деньги просто вот Клянчит без конца Я прорву ненасытная Главное, что В тот момент, когда пытается Катя оформить все пикунство Да, 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 она уже и документы собирает Бесполезно Пока идет следствие То есть, какое-то бесполезное Какое следствие, Дим? Не переживайте Все под контролем Ну, кое-какие там Неполадки Катя на работе Ой, Господи Ой, я так и знала Я так и знала Вот как чуяло мое сердце Не переживайте Все хорошо Я все устрою Я прошу прощения Правда, на секунду Мне кое-куда надо еще съесть Все наладится О, и печенье Спасибо Скоро будет чай Понимаю, понимаю Дяде Диме Мне надо на секундочку отъехать Ну, дела А вот бабушка Маша Вот с удовольствием выпьет еще одну чашечку Да, бабушка? Куда делаться? Давай свой чай Вот видишь Ну и неси свой чай А я поехал Пока Выздоравливай Глеб Мы вообще-то до сих пор Женаты Это не считается Знаешь, у меня такое чувство Будто я снова встретил тебя Снова влюбился по уши И снова выбрал тебя в жены Понимаешь? А я Тебя выбрала Атас Родители точно свихнулись Егор Заткнись, пожалуйста Продолжай Знаешь Я ни о чем не жалею Даже о нашем расставании Мы многое пережили в последнее время Я понял, что ты самая важная женщина в моей жизни Я тебя очень люблю, Лара Ты Выйдешь с меня замуж Да Выйду И что стоим? Горько Катерина Так тебя же вроде уволили Да я на минуточку буквально Слушай, тут такое творится И этот говорит, будто ты виновата в той аварии Это правда? Давайте я вам потом все расскажу Мне просто с ним поговорить нужно Вы не могли бы выйти? Да на здоровье Здрасте Ты Добить меня решила Нет, нет, нет Я Я Я пришла вас попросить Чего? Ты правда такая Маивная Крепатуру косишь Нет, дорогие мои Я бы в этой Европе жить не смог За эти несколько дней я там так извелся Неблагодарный Ты знаешь, сколько людей мечтают пожить в таких условиях? Вот флагами в руки Нет, представляешь В шесть часов вечера все магазины закрываются В семь В шесть Я не вру, в шесть И никто не работает А про выходные говорить нечего Да ты что? Да, все отдыхают Даже продуктовые закрыты Знаете, Илья Ильич На то они и выходные А вот я, кажется, понимаю Илюшенька, ну ты же любишь Часов в десять Открыть холодильничек, да? Взять оттуда бутербродик с колбаской В два ночи Ой, молчала бы ты, дорогая моя Я вообще удивляюсь, как ты там, бедный, с голоду-то не помер Курочки, вот курочки давай-ка Хочешь еще? Конечно Боже мой, боже мой Я в раю В своем любимом домашнем раю А к чаю у нас, между прочим Пирог с вишней Ой, восхитительно Ну, я надеюсь, без меня вы здесь не скучали? Да ты что? Со Стасией разве соскучишься? Да? Угу Ну, я рад Кто бы это мог быть, так поздно Пойду-ка я открою Ну что, опять поссорились? Потом Молодой человек К Стасе, конечно Здравствуйте Илья Ильич Артем Очень приятно Прошу вас, садитесь Спасибо Илюшенька Пойдем, мне тебе кое-что показать надо Что, прямо сейчас? Угу А, да Извините Стасе Ты здесь забыл что-то? Я твоих вещей вроде не находила Может, в другом месте поищешь? Стасе, прости, милая Я Я уезжал из Москвы Отвозил дочь К сестре жены Ясно Позвонить трудно было, да? Получился Понимаешь, все было как в придуме И... Стасе Все время думаю о тебе Люблю тебя Прости Меня простите, пожалуйста Я правда не хотела, чтобы вы пострадали Ну Вы же знаете, я же только защищалась Давайте Не будем с вами ссориться Как-то Помиримся Может быть, вы Заберетесь с заявлением Мне это Правда, очень нужно Ну, а может мне тебе еще шнурки погладить И занавески подшить Ты только скажи, я мигом Ну, я ведь хотела, чтобы все было по-хорошему А выйдет по-плохому Для тебя Сядешь в тюрьму, детка Это я тебе гарантирую Эй, сестра Пошли, тихо Заберите от меня эту суку ненормальную Тихо Иди отсюда Вы же, мы тебя здесь больше не видим Ну, я же хотела по-хорошему Иди давай Я сейчас сделаю вам успокоительное Давай Я бы еще от стриптизма не отказался Проходи, Андрюш Присаживайся Извини еще раз, что я тебя выдернул Это вы меня простите Сам начинай нервничать, когда долго не звонят Поэтому вы меня простите, что долго ехал Ну, вот теперь мне не так уж стыдно Чай, кофе? Не-не, давай по делу Хорошо, по делу Значит, твоя помощь требуется над тем, чтобы оформить опеку над Анечкой, это сестра Катя Мы об этом говорили Помочь не могу И никто не может помочь оформить опеку вашей бывшей жене над сестрой Там-то и дело, что она не бывшая Да, мы ходили, подавали заявление на развод, но я его забрал Так что она моя законная жена Так, а что хотите? Смотри Андрюш, хочу, чтобы ты помог мне оформить опеку над Анечкой на меня Ну, с юридической точки зрения Я же законопослушный гражданин своего государства У меня великолепный доход, жилплощадь Юрочка Заглянула пожелать тебе спокойной ночи Приятных тебе снов Спасибо Сю-сю-сю Так сладко, что аж прям тошнит И все слепается Лиз, помолчи А это возможно? По-моему, у нее рот никогда не закрывается Мамочка А ты знаешь, когда ты опять сегодня к нотариусу не пошла Наша милейшая Виктория просто рвала и метала А сейчас, когда ты рядом, она нежная и пушистая К чему бы это? Надеюсь, ты ей не веришь Я совсем забыла про нотариуса Ирочка, ну я понимаю, у тебя столько проблем Ну, ты знаешь, завтра ты можешь со мной пойти, да? А почему ты так торопишься? Ты же говорила, это пустая формальность Наконец-то до тебя дошло Да нет, ну это пустая формальность Да, самая обыкновенная формальность Ну пойми, Ир, ну я такой человек Я все дела люблю доводить до конца Я не люблю затягивать Господи, ну если тебя напрягает, ты вообще можешь ничего не подписывать Ну что ты? Зато потом приедешь ко мне в Израиль Тем более, что визу сейчас оформлять не надо Нет, нет, я не против Завтра, так завтра Только ты обещала мне перевод Нет, ну конечно Спокойной ночи Лиз, я выключаю свет? О, мам, завтра это... Умоляю тебя, пощади меня Я больше не могу услышать ни о Вике, ни о нотариусе И мне плевать на эту доверенность Хуже мне все равно от нее не будет Да меня саму тошнит уже от всего этого Я не про то Завтра тебя ждет сюрприз Наша жизнь изменится И что такого случится в нашей жизни? Ну честно говоря, это секрет И я сама с трудом его держу Поэтому давай ты ни о чем мне не спрашивай И все узнаешь завтра Ну слава богу Значит время поспать у меня еще есть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...